Я бы хотела несколько слов буквально сказать о неэффективности действий нашего правительства, профильного министерства в кризисной ситуации, а именно в ситуации засухи. Вот 8 сентября на сайте Минсельхоза опубликованы материалы заседания штаба по заготовке кормов. И тут такая фраза. Из-за недостатка пастбищных кормов и их отсутствия на отдельных территориях в целях недопущения поддержания сельскохозяйственных животных, хозяйства пострадавших районов, приступили к кормлению животных с первых дней летнего периода. То есть это получается, для Калмыкии летний период это май. Значит с мая месяца правительство и профильное министерство уже знало, что ожидать. И не било в колокола, не посылало гонцов в Москву. Наше руководство и руководители республики молчали, занимались своими селфи в инстаграме. Вместо того, чтобы обивать и буквально ночевать в Минсельхозе, выбивать компенсацию, помощь пострадавшим сельхозпроизводителям, чем занималось наше руководство. Вот мы все время обходим правительство, обходим председателя правительства. А чем занимался варяг Юрий Зайцев? Где он отдыхал все лето? Что он сделал для предотвращения этой ситуации? Как-то вот в наших СМИ и так далее, я смотрю, о нем вообще ничего не говорится. А если и говорится, то какие-то хвалебные слова в его сторону. Я считаю, что правительство наше просто проспало эту ситуацию. Проспало, ничего не делало. Вспомните сессию последнюю хурала 27 июля, да? На мой вопрос Бова Бадмая, вице-премьер нашего правительства, когда я у него спросила, а когда соответствующие бумаги ушли в Москву, что он ответил? Вчера, 26 июля. Потому что чрезвычайная ситуация была объявлена когда? 25 июля. То есть, когда все уже сгорело, 25 июля объявили чрезвычайную ситуацию в пяти районах. И только после этого соответствующие бумаги были направлены в Минсельхоз России. Результаты этого обращения я до сих пор не видела. Ни в одном СМИ ничего не пишется об этом. Что наши получили, как они обратились, правильно ли были составлены бумаги. Я знаю, что при Алексее Орлове часто бумаги возвращались в Калмыкию, только из Минсельхоза, только потому, что они были неправильно составлены. Даже подшиты неправильно с ног на голову и так далее. Каковы результаты этого обращения? Все молчат. Только сейчас на этом же заседании разговор идет только о том, чтобы скот перегнать Малдербетовский район, Сарпинский район, где пастбище в лучшем состоянии. Только что нам советует разговаривать, во сколько это обойдется каждому сельхозпроизводителю. Или сейчас идет договоренность, пытаются договориться с соседними регионами, чтобы скот можно было пасти на их пастбищах. Но кто пойдет нам навстречу? Потому что ситуация такая же и в соседних регионах, что Астраханская область пойдет навстречу, вряд ли, Ставропольский край. У них такая же ситуация, особенно на приграничных территориях. Я считаю, что, в общем-то, это вот все, что связано с засухой, с падежом скота, с тем, какой ситуацией оказались наши сельхозпроизводители, особенно вот в этих районах перечисленных, где была объявлена чрезвычайная ситуация, это вина за все это в первую очередь ложится на правительство республики Калмыкия, которое несет полную ответственность за эту ситуацию. Почему? Потому что животноводство – это основная отрасль нашей республики. Если уж не занимались они этой отраслью, чем они занимались? Пандемию профукали. В условиях пандемии занимались чем? Только уристочением регистрации кандидатов в депутаты и все. Все, на что хватило ума. А на самом деле вот эта ситуация, я считаю, что вот она не должна остаться и, в общем-то, не должны ее спустить на тормоза. Виновные должны понести наказание. У нас как часто бывает? Прошла какая-то эпидемия виновных имен. Помните ящер? Сколько животноводов пострадало? А кто понес наказание? Никто. Никто. Ни те, кто завезли зараженный скот, никто не понес наказание. Вот в данном случае, считаю, что и Хуровос... Мне очень нравится, что сегодня у нас за круглым столом собрались представители всех парламентских фракций, фракций, которые представлены в Хурале. Вот мы должны потребовать от правительства и наказать их. Не премии в 6 миллионов, 5 миллионов они должны получать, а штрафы. Наказать кому-то выговор, кого-то вообще нужно, как говорится, убрать с этой должности. Не тянет человек. Зачем он нужен? Республика маленькая. Есть кадры? Кадры есть. Не обязательно. У нас в правительстве должен сидеть Шварцман, там еще министр экономики непонятно откуда выскочил, председатель правительства. Мы их знать не знали. Мы не знаем, что за руководители, какие они там эффективные менеджеры. Мы уже увидели, как работает один эффективный менеджер Дмитрий Трапезников в городе. Хорошо? Очень хорошо. Очень много избирателей жалуются на его работу. Так что в республике есть свои кадры. Почему я говорю о своих кадрах? Потому что те, кто выросли в Калмыкии, живут в Калмыкии, они лучше знают проблемы, и они патриоты. Только человек со стороны может выписать себе премию 5 миллионов, зная, как живут наши пенсионеры. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания. Три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании. Вышла книга, которая обещает стать библиографической редкостью. Сказка о Далунхойрхудл «72 небылицы». Рассказ «Диалог Кемельхын» приметы 25-го позвонка овцы и образец гаданий «Далуншиндже» гаданий по бараней лопатке, представленный в очерке народного поэта-калмыкии Константина Эрндженова – это любимые и уникальные произведения устного творчества нашего народа. Тексты даны на калмыцком языке и в переводе на русский. Самобытные яркие иллюстрации Ирины Надбитовой прекрасно передают удивительный калмыцкий традиционный и сказочный мир. Книга будет интересна как взрослым, так и детям, и станет прекрасным подарком каждому, кто интересуется калмыцким фольклором. Первый альбом для новорожденного на калмыцком языке – «Mendift NB» – «Здравствуйте, это я». Так жизнерадостно называется этот альбом. Стильный, современный дизайн, текст на калмыцком и русском языках, а также информация о калмыцких обучаях и традициях, связанных с рождением детей, делают его уникальным. Вы узнаете о составлении гороскопа для новорожденного, а также о таких важных моментах, которым наши предки уделяли особое внимание. Как положение в колыбель, разрезание пул, бросание шапки под ножки начинающим уходить, срезание первородных волос. Этот альбом станет замечательным подарком каждой молодой калмыцкой семье по поводу рождения ребенка. По вопросам приобретения обращайтесь по номеру телефона, указанного на экране.